Всем известно, там идут? Каждый знает это. С нетерпением дети ждут. День начала лета. День первого лета всех светлей. Встречают первое июня всюду. Ведь это день защиты всех детей. Его недаром отвечают люди. Поздравляем вас всех с праздником. Днем защиты детей. Сегодня первый день лета. Солнце. Этот день посвящен международному дню защиты детей и сохранению мира на земле. Ребята, вам весело живется? А давайте мы с вами начнем играть, тем самым познавая наш удивительный мир. Игра вопрос-ответ служит разминкой. Итак, я задаю вопрос, и мы с вами обязательно найдем ответ. Вы готовы? Поехали. Ленивый персонаж русской народной сказки. Кто же это у нас такой? Он еще обычно лежит на пищи. Емеля. Правильно. Освидительный прибор, который бывает волшебным. Еще в нем джин живет. Лапа. Да, все верно. Ученое животное, которое ходит по цепи кругом. Кот. Правильно. Кот. У него глаза великие. Страх. Правильно. Оружие, которое любили свящие пушкетеры. Да, все верно. Шпага. Место встречи Рака с Грекой. Да, ехал Грека через... Правильно. Река. То, что подписывает президент. Указ. Костяная часть туловища по боевике. Все верно. Нога. Для какой героини Андерсона цветок был постоянным местожительства? Все верно. Дерьмочка. Как звали девушку, которая больше всех боялась жаркой погоды? Да, Смегурочка. Первая часть оставшаяся от козлика после того, как его съели волки. Да, рожки. Сосква для медведя. Да, все верно. Лапа. Далеко-далеко раскинулась царь по сказкам, чудес и волшебства. И кто хоть раз бывал им, останется пленником навсегда. Потому что там, где есть самые причудливые, Тюрьма – самые расписные, Царевны – самые прекрасные, А чудища – самые страшные. А еще потому, что с детства на сказках мы учимся добру, Смекавки, взаимовыручки, смелости. Давайте мы попробуем ответить на несколько вопросов и загадок Викторе. Из танцала короля девочка домой бежала, Туфельку из херсталя на ступеньках потеряла, Тыквой стала у нас в карета. Кто, скажи, девчушка эта? Все верно, Зоушка. Отвечайте на вопрос, Кто в корзине марш унес, Кто садился на пенек И хотел съесть пирожок. Сказочку ты знаешь ведь, Кто же это был? Медведь. Баба пила, пила, не разбила, Слабовато повесила, Да и не смог разбить ее, Ведь ему сто лет побед. Кликнули они наружку, Да разбила кофекушку, И сбежала под лицо, Что разбила-то? Яйцо. Родилась у мамы дочка, И с прекрасного цветочка, Хороша малюнка просто, Сдюмь была малышка росла, Если сказку вы читали, Знаете, как дочку звали. Дюймочка. Какое желание старой старухи Золотая рыбка не выполнила? Желание стать Владыческой Московью, И чтоб сама рыбка Была у нее на посылах. В каком городе Жил мудрый, волшебный гудвий? В изумрудном городе Знаменитый кот Из деревни Простоквашина Под шляп печки Танчуру. Правильно, Ход матроскин. Как зовут Доброго доктора, Лечащего зверей? Все верно. Добрый доктор Айболит. Как зовут девочку, Ищущую дорогу В изумрудный город? Девочка звали Эйли. Кто из сказочных животных Часто помогает Ивану Царевичу? Думаете, кот? А нет, Это Серый волк. А сейчас Пришло время Показать свою смекалку, Эрудицию И ответить на хитрые вопросы. Будем с вами Разрывать логику И внимательность. Итак, Первый вопрос. У бабушки Даши Есть внук Паша, Кот Пушок И тот дружок. Сколько у бабушки внуков? А давайте сейчас Проверим, Правильно ли я Ответили на вопрос. Один. Следующий вопрос. Саша тратит На дорогу в школу Десять минут. Сколько времени Он потратит, Если пойдет вместе С другом? Как вы думаете, ребята? Десять минут. В парке Восемь скамеек Припокрасили. Сколько скамеек Стала в парке? Будьте внимательны. Восемь. Меня зовут Юра. У моей сестры Только один брат. Как зовут брата Моей сестры? Юра. Батон разрезали На три части. Сколько сделали Ребята, Сколько сделали Все верно. Два разреза. Ребята, Как вы думаете, Что легче? Один килограмм ваты Или один килограмм железа? Ага, Одинаково. Грузовик ехал в деревню. По дороге Он встретил Четыре легковые машины. Сколько машин Ехало в деревню? В деревню ехала Одна машина. Два мальчика Играли в шашки Два часа. Сколько времени Играл каждый мальчик? Два часа. Знаменитый фокусник Говорит, Что может поставить Бутылку в стоятые комнаты И в полстильнюю. Как это? Подумайте хорошо, ребята. Как можно это сделать? Сейчас я вам скажу. В полстильнюю комнату Может каждый. Один шофер Не взял с собой Водительские права. Был знак Одностороннего движения. Но он двигался В обратном направлении. Полицейский видел это. Но не остановил его. Почему? Потому что шофер Шофер шел пешком. А как вы думаете, ребята? Может ли дождь Лить два дня подряд? Подумайте хорошенько. Нет, потому что между ними ночь. Два раза родиться. Кто это? Цыпленок. Что всегда увеличивается И никогда не уменьшается? Возраст. Чем больше из нее берешь, Тем больше она становится. Что это у нас? Яма. Что можно приготовить, а съесть нельзя? Уроки. Может ли кошка выйти И споклевать С двумя головами? Как вы думаете, ребята? Да, может. Если она только поймала мышку. Что идет, то в городу сгорит, Но остается на месте. Дорога. В девятиэтажном доме Есть льв. На первом этаже Живет два человека. На втором Четыре человека. На третьем Восемь человек. На четвертом шестнадцать. На пятом Тридцать два. И так далее. Какая кнопка в листе Полудова нажимается Чаще других. Кнопка первого этажа. Ребята, как вы думаете, Какой город летает? Алло. А какая лета Самая страшная? Тигр. Тигр. Каким лепешком нельзя рассчитаться? Петушины. Его выбрасывают, когда он нужен, А поднимают, когда не нужен. Что это? Ярко. Ярко. Термометр показывает плюс пятнадцать градусов. Сколько градусов покажет два таких термометра? Пятнадцать градусов. Дорогие ребята, я знаю, что вы любите играть в игрушки, И вашему вниманию сейчас мы представим в мастер-класс, Как сделать игрушку своими руками. А ваши любимые родители помогут вам ее смастерить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Пусть будут ваши желания, и мир будет добрым для вас! Мы, взрослые, вам обещаем во всем помогать, защищать, И сердце надеюсь, мечтаем счастливее вас воспитать!